Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Визит представителей Евраз на Смоленскую АЭС. Новогодние подарки для юных десногорцев. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». По концерну текущая мощность 24 191 мегаватт, что составляет 94% от планов АЭС. Смоленская атомная станция выполнила целевой уровень по выработке электрической энергии 31.12.2016 года в 12 часов 46 минут. О техническом состоянии Смоленская сообщил главный инженер предприятия. В работе первой, второй, третьей энергоблоки суммарная нагрузка 3192 мегаватта. На данный момент существенных замечаний по рабочему оборудованию нет. Выработка электроэнергии с начала года составила 599 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 21 миллион. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленскую АЭС посетила делегация крупнейшей международной металлургической и горнодобывающей компании «Евраз». Это не первый визит представителей «Евраз» на Смоленскую станцию. В этот раз заинтересованность у гостей вызвало складское хозяйство атомной станции, признанное эталонным в Росатоме. Они ознакомились с инфраструктурой, организацией работ по управлению запасами, эффективному размещению, хранению и централизованной доставке материально-технических ресурсов цехам-заказчикам, взаимодействием с поставщиками. Как отметил начальник управления подготовки производства компании «Евраз» Евгений Гирько, опыт атомной станции в области складской логистики интересен и полезен. Ряд положительных практик будет применен на «Евраз». Впечатление хорошее. Требуется дальнейшее изучение самого процесса логистики и прихода расхода ТМЦ по складам. Череда ярких, красочных представлений, утренников и карнавалов, сказочных сюрпризов и благотворительных акций прошла в Десногорске в канун Нового года и Рождества. Радостное настроение и частичку волшебства детям от Амграда подарила Смоленская АЭС. Стартовал марафон детских новогодних мероприятий с замечательного представления для самой маленькой детворы, подготовленного коллективами сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюзной организации САЭС. После доброй сказки детвора веселым хороводом кружилась у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и ансамблем «Радуга». Не остались равнодушными к новогодним чудесам и ребята старшего возраста, совершившие в информационном центре «Нитрино» музыкально-танцевальное путешествие в сказки Дедушки Мороза. Современное, с искрометным юмором представление показали ансамбль «Кураж» и творческие работники ППО САЭС, все те, кто верит в сказку. Более трех тысяч детей из Десногорска, Якимовичей и Крапивны побывали на новогодних представлениях. 27 декабря Смоленск АЭС провела ежегодную благотворительную акцию для детских дошкольных учреждений Десногорска, Центра «Солнышко» и школы-интерната Якимовичей. Дети в подарок получили спортивные и развивающие игры, кубики, мячи, профориентационные наборы. Праздничным вечером завершилась благотворительная акция «Елка желаний» для воспитанников Десногорского центра помощи семье и детям «Солнышко». Машинки, коньки, конструкторы – каждый получил именно то, о чем мечтал. Удивление, восторг и настоящее счастье от воплотившейся в реальность мечты, которые особенно ярко читались на лицах младших ребят, стали лучшей наградой. Ну и, конечно, снежинки от детей, сделанные своими руками и музыкальные номера. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС, хороших новостей и всего самого доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok